Дай почитать. Определив причины следственной связи и выстроив повествование в той чередности, которая максимально емко помогает проследить единство русского народного эпоса. Персонажи нам хорошо знакомы. Тут и Соловей Разбойник, и Тугарин Змеевич, и Илья Муромец, и Ставр Годинович, и Дуна Иванович, и Садко, и Василий Буслаевич и другие. Всех мы хорошо знаем и по книгам, и по фильмам, и картинам, и мультфильм. Зачем же тогда писателю Бояшову нужно было обращаться к этому материалу и в итоге написать пересказ богатырщина? Мы знаем, что свод русских былин отличается бесконечностью. Слишком много вариантов. Наш эпос имеет свою ярко выраженную точку отправления конец X – начало XI века, Киевская Русь, эпоха правления князя Владимира Святославовича. Вплоть до времен правления Екатерины II свод существовал в пределах устного народного творчества. Благодаря Кирше Данилову образованная часть русского общества впервые ознакомилась с ним в XVIII веке, и только с середины XIX специалисты всерьез начинают заниматься изучением былин. Для Ильи Бояшова нужно было преодолеть трудности, во-первых, бесконечности, во-вторых, множественности, в-третьих, составление емкого, динамичного, структурированного и увлекающего современного человека повествования, в-четвертых, объять необъятны. В центр действия – двор князя Владимира. Будут былины и о Великом Новгороде, но тамошние богатыри Садко и Васька Буслаев калибром поменьше будут. Начало архаический Титан, Святогор, умоляющий Бога послать ему заменщиков. «Поди, уже сто лет маяться!» – но молчит Господь. А Святогор не унимается, молит. «Пришли, дескать, на Русь богатырей. И с третьего раза Господь не выдержал, послал». И вот уже история про Илью Муромца и его богатырского коня Бурушка-косматушка. А потом возникнут многие известные фигуры богатырей и богатырш-полениц – ловких, бескорыстных, дружелюбных, могучих, красивых, смелых, правда, не всегда поступающих благородно. Хвостун Ставр Годинович. А Алеша Попович пытается обманом завладеть женой Добрыни Никитца. Но есть и похуже богатырей, как богатырь-модник Чурила Пленкович, выродок-богатырь Иван Годинович. Бояшов, известных нам с детства былинных героев, изображает, как должно изображать персонажей народно-героического эпоса. В неразделимом единстве и сложном переплетении хороших и совсем нехороших черт. В конце богатырщины есть толковый словарь. На том былины и кончаются, как говорится, то старина, то идеяние 16+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!